Я забыл СНИЛС. При вакцинации, конечно, необходимый паспорт и СНИЛС. В новом мобильном пункте работает электронная запись. Оборудована комфортная зона ожидания. Специалисты говорят, документы оформляются в считанные минуты. В пункте работает пять привилочных кабинетов, где строго соблюдается условие хранения самой вакцины. Всё продумано до мелочей, чтобы разобщить потоки посетителей. Вакцинироваться здесь смогут жители Октябрьского округа Иркутска и района Байкальского тракта. Здесь также открыта комната после привилочного наблюдения. Создать новый мобильный пункт поручил глава Приангарья. На противовирусную кампанию с начала мая из областного бюджета выделены 900 миллионов рублей. Мы знаем, как нужно сегодня помочь здравоохранению. Мы понимаем, что это непросто. Здесь нужно всеми соблюдать и помогать врачами, всем каждому. Или вакцинироваться, обезопасить себя, находиться в маске в закрытых помещениях. Просто в этих случаях соблюдать элементарные правила. Повторюсь, они однозначно для нас. В Ангарском округе вопросу против коронавирусной вакцинации население тоже уделяет большое внимание. Так, совсем недавно прививочная кампания прошла прямо на крупном предприятии. Медики приехали в Ангарский водоканал и поставили прививки всем сотрудникам. А это вакцинация педагогов. В Первом лицее развернули большой прививочный пункт. За один день против коронавируса поставили прививки учителя пяти образовательных учреждений. Мы уже год были в дистанции. Это не самый лучший вариант. Это сразу падает. Дисциплина, ответственность, успеваемость, качество. Всё падает. Поэтому, естественно, мы все заинтересованы начать с 1 сентября в очном режиме. И не в две смены, как раньше, а в одну, как мы всегда обучались. Прививочная кампания набирает обороты. Важно достигнуть одну цель – сформировать коллективный иммунитет против опасного вируса. Пандемия добралась до самых маленьких жителей Приангарья. Поэтому в планах правительства региона развернуть прививочные пункты прямо в образовательных учреждениях. Но это уже после разрешения вакцинации детей. Исследование эффективности спутника должно завершиться в июле. Мария Константинова, Местное время.